Ребята, мы со Славой приехали на Арбат, потому что здесь находится магазин C-Store, и это официальный партнер Apple в России. Моему компу ноутбук уже 6 лет, и я хочу взять себе новый. Так что сейчас зайдем и посмотрим. Вот тут есть несколько моделей, но я хочу поменьше, чтобы был компактный, потому что чаще всего именно в поездках, ну в чемоданы неудобно, большие. Мне очень понравился вот этот, я на сайте смотрела. Ты сейчас такой новенький, а у меня такого уже нет. Добро пожаловать с Славой. Здравствуйте. Меня зовут Михаил, как вам можно обращаться? Юля, очень приятно. Впервые у нас? Нет, не впервые. Какой вид техники интересует? У меня есть MacBook Pro, большой, прошлых моделей, там вообще даже вот таких штучек нет еще сенсорных. Я очень хочу взять себе вот этот, я смотрела на сайте, потому что он компактный такой, новенький, красивенький. Вот, и вот думаю, вот, хотел как раз прийти, чтобы он мне вот это посоветовал, рассказал, насколько он мощный. Потому что я монтирую видео, у меня программа, ну там бывает очень много гигабайт, это тяжело весит, поэтому для меня самое главное, чтобы он хорошо все это тимлял. Понял, Юля, смотрите, здесь стоит процессор М1, и это сейчас является самым быстрым процессором, и все предыдущие модели работают медленнее, чем он. С вашими задачами, которые вы озвучились, он будет справляться прекрасно. Угу, для меня это самое главное. Также он меньше, чем предыдущая модель, о которой вы говорили, здесь 13 джиннов. Ну да. И он более удобный будет для транспортировки. Да, вот это тоже, прямо очень то, что нужно. Кто поедет, кто-то тоже поехать. Большой, тяжелый, неудобно с собой сидеть. Также можно будет свое предыдущее устройство сдать в трейд-ин, для того, чтобы оплатить часть покупки на новые. Можно сдавать не только macbook, можно сдавать айфоны, можно сдавать телефоны других фирм, для того, чтобы оплачивать до 100% от любой покупки. Окей, это круто. Можно сдавать не по одному устройству, можно собрать все устройства, которые есть дома и сдать. Просто у бабушки, у мамы, у папы, у брата, всех собрать. Слушайте, ну это здорово вообще. Ну вот я, кстати, не знаю, я свой предыдущий думала, может кому-то подарить. Ну ладно, сейчас я еще подумаю, может и подарю, и или сдам. Да, сдавать в трейд-ин выгодно, удобно и быстро, потому что продавать через интернет, сами понимаете, можно столкнуться с мошенниками. Ну да, да. Здесь же мы просто принимаем ваше устройство и делаем вам. Ну конечно, так намного спокойнее прийти сразу в официальный магазин. Кстати, в нашем магазине есть функция тест-драйв. А, да. Мы можем протестировать с вами устройство, чтобы обнакомиться с полноценным функционалом устройства. Проходите за стол, я сейчас я его не с вами. Давай. У нас у магазина уникальная функция тест-драйв для того, чтобы вы могли их комфортно для себя просесть за стол и опробовать новое устройство. Как вам? Мне нравится. Хочу. Очень нравится, что он такой компактный. Пахнет, да, и у него есть такое. А как подходит? Да, отличный цвет. Да, у нашего магазина есть функция, называется доставка в день в день. Если вы вдруг не успели что-то купить сегодня в нашем магазине или вам физически нет возможности прийти в наш магазин, то есть возможность заказать через интернет-магазин и вам его привезут прямо на дом день в день, да? Ну что, заказать или взять сейчас? Вообще, мне нравится, я думаю, такое купила. Покупаем? Да, да. Пойдемте, пожалуйста. Говорились. Кстати, у нашего магазина есть специальный сервис для наших постоянных клиентов, называется консьерж-сервис. Вы звоните и пишите не на горячую линию, а пишите непосредственно в наш магазин. Нам, сотрудникам этого магазина, мы уже знаем нашу ситуацию. Можете проконсультироваться по вопросам техники, по любым. Мы моментально отвечаем. Срочно, своих не бросайте. Да, своих детей не бросим. Маглоку-пукурол на процессоре М1 на 13 дюйм, верно? Да. А вот токарный, да? Да. Можете облачить. Да. Поздравляю с покупкой вас. Спасибо. Я как жалко за маслом не видела, как я ловаюсь. По глазам видно. Морщинистые стали. Все, Юлия, поздравляю вас с покупкой. Приятно было с вами пообщаться. Взаимно. Возвращайтесь к нам со стороны. Да, вернусь. Спасибо большое. До свидания. Кстати, мы по нашей системе лояльности насчитаем 5% от стоимости этого устройства, которое можно потратить через 2 недели до 99% от любой суммы покупки. Очень нравится. Спасибо большое. Буду пользоваться. Приятного пользования. Спасибо. До свидания. До свидания. Ребята, всем привет. Наконец-таки влоги из Москвы. Я в Москве уже больше недели. Была свадьба у Карины Оскар, день рождения моей мамы. У меня уже была встреча с организаторами нашей свадьбы, с декораторами, созвоны, с видеографами, фотографами. Уже много чего у нас оплачено не полностью, типа предоплата, что как бы все, подтверждаем. Что еще? Еще была свадьба у сестры троюродной, по-моему, или четвероюродной. Ну, короче, сестры Славы буквально позавчера. Вот, очень много движухи. Я, если честно, немножко устала. И очень хочется просто побыть дома. Вчера тоже я не была дома. Мы вчера тоже мотались по разным делам. И самое интересное, что вчера, 28 июня, в Москве была просто дичь. Кто следит за новостями, интернетом и так далее, то вы знаете, что просто был лютый ураган. Москву нафиг всю затопило. И это просто, это было очень страшно, потому что я вообще боюсь таких вещей. Вот эти вот все природные какие-то катаклизмы, или как это называется. Интересный факт обо мне. Я очень сильно люблю смотреть фильмы про какие-то природные вот эти вот катастрофы, еще что-то. Но на самом деле меня это очень сильно пугает. Все, что связано там с какими-то цунами, ураганы, там, молнии, землетрясения. То есть для меня это все очень страшно. Но я обожаю смотреть такие фильмы, потому что это завораживает. Но это очень страшно. Сейчас я еду на съемки к Иде Галич, и я планирую пригласить ее на нашу свадьбу, разумеется. На самом деле мало кого из блогеров мы зовем. Я надеюсь, что люди, которых мы не позовем, блогеры, им либо пофиг должно быть, либо надеюсь, что они не обидятся, потому что у нас достаточно узкий будет круг людей. То есть у нас сейчас на данный момент в списке 77 человек. Я просто знаю, что есть круг людей, кого я хочу позвать, потому что, во-первых, я хочу видеть этих людей. Во-вторых, я знаю, что самое главное для меня... Поверните налево, а затем поверните направо. Самое главное критерий тех, например, блогеров, да, кого мы зовем на наш праздник, так это то, что мы знаем, что эти люди искренне за нас порадуются, искренне за нас рады. И именно поэтому блогеров будет очень мало. Я не знаю, может быть, есть на самом деле еще люди, блогеры, да, вот кого мы в итоге не позовем, не позвали, кто тоже за нас искренне будет рад и уже рад. Но есть и другие факторы, типа мы не общаемся, еще какие-то моменты. А для меня принципиально позвать именно тех людей, ну, как бы, которых... Не то, что я уважаю, а то сейчас начнется, типа, тех, кого не позвали, не уважаем. Нет, просто позвать тех людей, с которыми меня что-то связывает, с которыми мне будет очень классно провести это время. Впереди камера на... Маршрут перестроен. Достало. Метров поверните налево, а затем поверните направо. В общем, до... Сейчас я выключу звук у этой... ...полки. Сейчас я еду к Иде Галич, и я так поняла, что она запускает... Впереди камера на полос. Прямо 3 километра. Завались. Как-то лучше. Вот. Еду к Иде Галич, я уже сказала. Вообще наша такая... Ну, как сказать, дружба. Не то, что, наверное, уж мы не такие уж прям подружки. Мы с ней ни разу не сидели в каком-то кафе-ресторане, чтобы просто посидеть, посплетничать, поболтать, рассказать что-то друг другу интересное, еще что-то. Но мы с ней достаточно частенько держим какую-то связь. И наше первое знакомство вообще произошло на премии Муз-ТВ в далеком каком-то там году. Не знаю, в 18-м... В 17-м... Ну, то есть давненько. Я уже не помню, в каком году. Там я была один раз на премии Муз-ТВ. И, если честно, делать там абсолютно нечего. Мы познакомились с Идой Галич там. В первый раз. Так вышло, что мы ехали в одной машине. Я, Слава, Ида и, по-моему, еще кто-то был. Нас везли в одной машине, подвозили как бы к дорожке вроде, если я не ошибаюсь. Короче, не помню вот эти подробности уже, потому что это было достаточно давно. Но помню, что там мы как бы познакомились первый раз, но после этого мы не общались и так далее. Следующая наша встреча, знакомство, или как так можно назвать, произошла вообще не в Москве, а в Турции. Да, в Турции. И мы поехали вместе все с Тест-тур в Турцию, в отель, в путешествия. И в этом же отеле, в этот же момент отдыхала Ида Галич со своей семьей. Я помню, что мы со Славой такие на завтрак приходим. И такие типа, ооо, Ида, типа, офигеть. Ну, просто неожиданно было, потому что я как бы так, на самом деле, сильно за ней не следила, по-моему, на тот момент. Мы подошли к Иде на завтраке, поздоровались. Ну, как бы сказали, типа, привет, ля-ля-ля, помнишь нас? Типа, как клево, то, что мы здесь увиделись. Мы без фанатизма, типа, мы же не эти там какие-то там, чтобы подходить, там, фоткаться, снимать, еще что-то. Нет, мы, типа, таким вообще не занимались. Просто мы подошли поздороваться, что, типа, ой, как клево. Мы тоже, типа, здесь. Мы только прилетели, по-моему, в тот день, а Ида уже несколько, ну, сколько-то там дней была, я не знаю, уже они через несколько дней должны были улетать. Короче, суть не в этом. Мы подошли, она такая, типа, о, здорово, ребята, нифига, как клево. Типа, давайте к нам, типа, давайте тусить. Что-то вечером туда-сюда. Короче, в какой-то из дней мы тусили, отдыхали, кайфовали. В этот момент там была какая-то классная дискотека на пляже, на пирсе. И я помню, что вот тогда мы начали общаться, потому что, ну, мы тусили, мы еще после ужина, я после венчика, ну, как это самое называется, ну, вы поняли. И я помню, что мы с Идой начали вообще говорить про... Не про какую-то там фигню, типа, интернет, еще какая-то шляпа. Нет, мы вообще начали говорить про семью, про детей, про мое желание выйти замуж. То есть вот такие моменты у нас начались. И мы с ней, ну, как бы разговорились на эту тему и про детей, и там про какие-то моменты, то, что вот я, например, пью алкоголь, курю айкос, и, типа, мне надо будет все это дело бросить, потому что я хочу, как бы, здоровых детей, ля-ля-ля, очистить организм. Ну, короче, у нас всякие такие темы пошли. И мы как-то все это обсудили, поболтали, обменялись с ней номерами, там, какие-то советы, если чего, чтобы я у нее спросила еще. То есть у нас больше, как бы, разговор, ну, вообще, в принципе, я не помню, что мы вообще обсуждали какие-то блогерские темы каких-то там подписчиков. Ну, не каких-то, я имею в виду, а просто вот эту вот социальную жизнь. Мы больше обсуждали какую-то реальную жизнь, то, что остается за кадром. Начали переписываться в директ. Не то, что там как подружки каждый день, это я вам просто рассказываю, вдруг интересно. Друг друга поддерживать начали, какие-то проекты, еще что-то, там, пресеты, если у меня выходят, я тоже обязательно напишу Иде, там, чтобы поддержала. Она всегда меня поддерживает, за что ей огромное спасибо. Вот, ну, правда, для меня это важно, приятно. И она тоже, если у нее какое-то выходит шоу, которое она хочет осветить, тоже, конечно, пишет. Я с удовольствием всегда, я вообще очень радуюсь, когда ко мне обращаются за поддержкой, что, как бы, для меня всегда говорят то, что, ммм, типа, ну, я классная, что от меня ждут поддержки. Это, ну, как бы, хорошо. Я всегда с радостью поддерживаю. У меня и у Иды был один и тот же проект, в котором мы снимались, участвовали. Это был Кертис. Я помню, что я приехала на съемку. По-моему, меня снимали последний. То есть в тот день, по-моему, 4 человека снимали. И вот, если я не ошибаюсь, Ида была, типа, третья, а я, получается, четвертая. Ну, как бы так, это, скорее всего, я даже не помню, почему. Наверное, это я даже по времени сказала, потому что, знаете, я поздно обычно встаю. Я сказала, у меня самый последний, поставьте, чтобы я выиспалась, накрасилась, приехала. Хотя там мне тоже делали макияж, подправляли. Но вы знаете, я, на самом деле, такая, я на все съемки приезжаю накрашенная. Всегда. То есть лучше мне там, если что, что-то где-то подправят. Но вот я такая вот на эту тему. Мне спокойнее, если я буду накрашена сама собой. И там мы встретились с Идой. И я помню, что, ну, вот, тоже такая теплая, классная атмосфера. Типа, о, здорово! То есть, ну, нету такого типа, ой, там, здрасте. Ну, нет такого. И мы с ней тоже тогда пообщались. Недолго, правда, немного, потому что все-таки это были съемки. Она уже в этот момент уходила. Меня собирали красить. Но все равно было прикольно. Вот. Потом тоже переписывались, ля-ля-ля. И я вот помню, что когда Слава сделала мне предложение, она одна из первых, кто написал мне в директ то, что она очень рада. Прям ура! Я знаю, как ты этого ждала. То есть, это вообще так приятно, на самом деле. И я ждала, когда мы с ней увидимся, вот, сегодня. То есть, я, на самом деле, некоторым уже отправила то, что я буду вас ждать. Например, таких людей, как Игорь Синяк, Халберы, Коля, ВПШ. И вот мы, ну, как бы, это те ребята, которые, хоть мы, может быть, и не всегда часто видимся, общаемся, но у нас всегда хорошие отношения. Хотя с некоторыми, со всеми, наверное, кроме Коли, у меня есть прошлое какое-то, с теми же Халберами. Но это мы уже давно, как бы, смеемся с этого. С Игорем тоже. Это тоже мы уже даже не обсуждаем никогда, потому что все это вообще настолько было давно. Если честно, мне даже на тот момент это все было не обидно. Просто некоторые думают, что я из-за этого страдала. Да, меня, конечно, нормально так пох***ли одно время, то, что я жирна, еще что-то. Но это сделало меня сильнее. Причем самое милое тоже, что для меня играет роль. Потому что, вы знаете, сейчас, когда Слава мне сделает предложение, понятное дело, что у меня там сумасшедшие охваты по сей день, просмотры. То есть, интерес, конечно, возрастает, потому что всем интересно смотреть, там, как мы готовимся, еще какие-то моменты. И казалось бы, что именно в этот момент все должны на меня обратить внимание. Ну, так и есть, на самом деле, потому что есть, там, некоторые люди, которые вдруг начали меня сразу куда-то звать, именно вот после этого момента. Я на это не обижаюсь, наоборот, как бы супер, ну, это здорово, что благодаря тому, что Слава сделал мне предложение, кто-то обо мне вспомнил, например. Хотя таких людей немного. И вот я хочу сказать, что Ида Галич пригласила меня на съемки для своего продукта. Да, я на самом деле точно до конца не знаю, но знаю, что я так поняла. Она суши выпускать будет свои роллы. И, ну, очень приятно, потому что она позвала меня еще до того, как мы улетели в Абу-Даби. Я знаю, что она тоже много других блогеров позвала, но все равно, ну, не всех же зовут. Знаете, это как, вот я выбираю, мы с Кариной, кого мы попросим из блогеров, из наших знакомых поддержать наши пресеты. Это очень важный момент, потому что мы выступаем в этом моменте как рекламодатель. То есть Абу-Кого тоже ты не попросишь, потому что твой продукт, и ты хочешь, чтобы твой продукт рекламировали только люди, у которых там, скажем, хорошая репутация, которых мы уважаем, чья лента в Инстаграм нам нравится. То есть, понятное дело, что мы бы не стали просить поддержать наши пресеты, людей, у которых отвратительная лента в Инстаграме, а среди блогеров очень много таких людей. Я, понятное дело, тыкать пальцем не буду. Я не говорю, что у меня самая лучшая лента, да, но просто, откровенно говоря, есть ютюберы, которые абсолютно не следят за своей лентой в Инстаграм, потому что они ютюберы, они вообще кладут огромный жирный на все это дело. А я не считаю себя просто ютюбером, то есть, я действительно стараюсь над лентой, для меня это тоже очень важно, для меня это тоже очень интересный и творческий процесс. Поэтому мы с Кариной в таких моментах выступаем как, ну, клиент, бренд, потому что для нас важно, кто будет, скажем так, рекламировать наш продукт. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, то есть, условно попросить кого-то с отвратительной лентой сделать рекламу наших пресетов, это будет не в плюс нам, а только наоборот люди будут думать, что, ого, типа, блин, пресеты не могут сделать идеальную ленту, ну, и так далее. Потому что человек просто... Понятное дело, что пресеты же просто фильтр, а все зависит от того, что ты фотографируешь, как ты фотографируешь. То есть, если ты сфоткал, там, я не знаю, что-то очень некрасиво, то, как бы, ты хоть пять пресетов накинь, фотография не станет круче, просто потому что это изначально плохо. То есть, надо сделать изначально хорошо, а пресет просто добавит вкуснятенький какой-то, как бы специи такие, знаете, на блюде. Поэтому, ну, как бы, понятно, к чему я вообще иду. И поэтому мне всегда очень приятно, когда какие-то крутые бренды, известные, крутые компании, крутые блогеры, у которых хорошая, мощная репутация, которые следят за этим, которые пользуются, ну, как-то сказать, спросом, уважением у многих, приглашают меня в какие-то свои передачи, шоу, съемки, коллаборации, не знаю, да даже элементарно просто попросить поддержать какой-то проект. Я понимаю, что, ну, всегда так и есть. Абы кого ты не будешь просить об этом? Ну, короче, мне приятно. Я просто хотела сказать, что Ида Галич пригласила меня к себе еще до того, как Слава сделала мне предложение. То есть гипотетически можно было бы подумать, да, что она бы позвала меня после, потому что она знает, что у меня сейчас хорошие охваты будут, еще что-то. Но это, знаете, такая вот лицемерная жилка, которая присутствует в мире интернета, блогеров и так далее. И я максимально всегда стараюсь держаться тех людей, которые не такие, которые будут с тобой дружить, даже если у тебя очень маленькая активность на странице, ну и так далее. Потому что, ну, для меня важны человеческие качества. Мне по кайфу общаться, как и с крутыми блогерами, да, у кого огромная аудитория, так же по кайфу и с теми, у кого нет много подписчиков. То есть тут просто вопрос в том, насколько мы как люди сошлись, дружим, насколько приятны. А так, если честно скажу, дабы никого не обидеть, и на будущее у меня очень мало друзей. И я не думаю, что у меня когда-то будет много друзей, потому что я такой человек. Я очень домашний человек. Мой самый лучший друг – это мой будущий муж. Да, у меня есть моя любимая подруга Карина, у меня есть Надя, конечно, тоже, Камила. Но, ну, это просто вот я такой человек. Есть люди, которых я очень сильно люблю и готова с ними проводить много времени. Но это, наверное, уже те люди, с которыми я просто очень много лет. И, ну, как бы вот так. Ну, Карина, понятно, что про нее говорить. Ну, как бы она мне как сестра с самого детства. И просто я даже знаю, что, ну, я не знаю, мы можем с ней месяц не общаться. Я от этого не перестану как-то меньше думать о ней. Или в какой-то момент подумаю, ну, ладно, мы уже так давно не общались. Что нам встречаться, созваниваться? Ну, типа уже настолько, настолько большая пропасть. То есть, нет, с Кариной вот такого не может быть, например. Потому что она мне как сестра. Даже если мы не будем общаться много, я все равно, мы все равно через какое-то время встретимся, опять все будет кайфово. К чему я веду? Что я просто помню, был такой момент, что... Или, возможно, есть даже такой момент, что есть люди, которые хотят со мной дружить. Я не знаю, кому я это говорю, да, и просто говорю, отправляю вот такую новость, факт. Наверняка есть люди, которые хотят со мной сблизиться, дружить, но у них это не получается, например. И они думают, что, может быть, я там, типа, по каким-то причинам не хочу дружить с этим человеком, еще что-то. Но на самом деле все проще. Я просто не вижу... У меня не будет больше друзей. Я думаю, единственный вариант, когда у меня появятся еще какие-то новые такие знакомые, с которыми я часто, возможно, буду пересекаться и на связи, это когда у меня будут дети, и с какой-то мамочкой мы познакомимся, наши дети будут дружить. Ну, типа, в этом духе, знаете, как у меня мама, например, познакомилась с... Ой, у моей мамы есть аж целых две подруги офигенные, вот, я знаю, близкие, с которыми моя мама познакомилась из-за меня. Ну, потому что у моей мамы есть подруга Оксана, но, наверное, сначала с Инной все-таки мама познакомилась, по моей хронологической памяти, воспоминаниям. Сначала мама познакомилась с Инной, мамой Карины, потому что как-то они гуляли во дворе, и в итоге сильно сдружились, я думаю, еще из-за того, что мы с Кариной начали общаться, дружить, мы жили в одном подъезде и так далее. Потом моя мама познакомилась со своей подругой Оксаной, с ее дочкой Кристиной, мы ходили на бальные танцы и дружили, ну, очень хорошо на тот момент, это мне было лет 10-11, что-то такое. Моя мама тогда познакомилась с Оксаной, и они до сих пор дружат. Оксана там приезжает к маме на дачу, они в Москве видятся, живем на одном районе. Ну, то есть, типа, я думаю, что, скорее всего, следующие какие-то друзья, вот такие, да, подруги, возможно, у меня появятся примерно таким же образом, потому что дети начнут дружить, еще что-то, я не знаю. Но я, да, я не могу сказать, что я закрытый человек, я открытый, в принципе, человек. Но я человек, который не нуждается в новых каких-то друзьях, я не знаю, как это назвать, приятелях, хороших знакомых. Это кайф, это я всегда за радость. У меня очень часто в жизни появляются новые люди, которые мне очень нравятся, и мне с ними по кайфу. Но каждый раз, вот даже когда мы думаем, ой, надо будет обязательно встретиться, не в рамках, там, работы, не в рамках, там, фотосессии, какой-то еще что-то, мы не можем к этому прийти, потому что у всех, типа, своя жизнь, и как бы мы друг другу не понравились, и вот классно не потусили, не пообщались, ну, к этому сложно прийти, вот просто, чтобы взять и чисто пойти в рестик. Сложно, потому что я такой человек, что если выбирать между новыми знакомыми, пойти в ресторан, там, с девочками, например, или пойти со своим любимым будущим мужем в ресторан, я всегда выберу своего будущего мужа, да, всегда выберу свою маму, там, Карину. Это не потому что я, не знаю, закрытый человек, а потому что у меня как будто, возможно, даже нет какой-то веры в то, что зародится какая-то реально дружба, и мне заведомо, не знаю, заочно не хочется не то, что тратить на это время, ну, просто даже какие-то эмоции. Я не знаю, сложный вопрос, я вот иногда думаю о себе, типа, чё, щеково, мне ещё ехать 40 минут. Да, гостей у нас не будет много на свадьбе, но, блин, на самом деле это так странно, потому что изначально у нас со Славой была идея, что мы хотим очень такую скромную свадьбу, в том плане, что позвать очень мало людей. Ну, как мало, только всех родных и близких, но как ни крути, родных и близких всё равно выходит немало, и да, и поэтому всё равно выходит нормально. То есть изначально мне казалось, что 60 человек максимум, максимум. Но нет, я думаю, у нас будет человек 80, но на самом деле я уже на это надеюсь, потому что из интересностей таких прям клёвых, очень жёстких людям, которые захотят попасть на нашу свадьбу, тех, кого мы позвали, разумеется, нужно будет сдать тест на коронавирус, либо антитела, если они у них есть, они знают, что у них есть, либо вакцина, то есть тут уже кто как выбирает, решает. Короче говоря, к нам без QR-кода не попадёшь. Это накладывает дополнительные растраты, но я надеюсь, что не на нас. Надеюсь, наши дорогие гости сами об этом позаботятся, потому что это вообще шок. Это, конечно, да. Ну, что я могу сказать? Даже ничего комментировать не хочу. По поводу вакцины у меня смешанные чувства, переживательные. С одной стороны, я знаю много людей, друзей, знакомых, и в моей семье тоже есть люди, которые будут делать вакцину. Я очень волнуюсь, очень переживаю, потому что всё это для меня как бы закрытая книга, как бы мало времени прошло, лет так хотя бы 10-5, понятное дело, чтобы я, ну вот с лёгкостью такая, да, я не боюсь, всё будет круто. У меня много переживаний и по поводу вообще всего. Я, слава богу, не болела короной ещё, то есть уже, я не знаю, все, мне кажется, даже в моей семье тоже есть люди, которые переболели короной. Бабушка, например. У моей бабушки был коронавирус. У неё до сих пор есть там последствия, осложнения. Короче, да, это всё геморрой. И по поводу свадьбы мы хотели что-то скромное, но так уж выходит. Что-то скромное и не очень дорогое, потому что мы к этому не готовились. И кто-то говорит, типа, а что вы так торопитесь? Почему нельзя год подождать? Ну, а зачем нам ждать год? Это просто нелогично, это просто, ну, бредятельно какая-то. Если у нас есть возможность сейчас пожениться, сейчас уже все вот эти моменты сделать. Я, ну, как бы к этому так отношусь, я не вижу смысла чего-то ждать, потому что время не на нашей стороне, и все эти ситуации в мире тоже не на нашей стороне. и ждать год, ну, как бы мы тоже не можем себе позволить. Это 100%. Короче, я очень надеюсь, что всё будет хорошо. И по поводу всяких вакцин и так далее, мне страшно, потому что просто мне страшно на это всё решиться, и как-то выбрать в итоге, да, делать или нет, делать постоянно себе тесты эти дорогущие, чтобы ходить с этим QR-кодом, кодом. Ну, короче, я не знаю, потому что я очень волнуюсь, и больше я волнуюсь, наверное, из-за того, что я ещё не родила ребёнка, и меня это очень волнует. Я не знаю. Может быть, и не надо волноваться, а я не знаю. А вдруг что? Потом уже ничего, никто никому-то не скажешь, типа, какого чёрта? Всё это из-за вас. Какие-то... Ну, типа, я не хочу вообще об этом думать, я просто хочу, чтобы всё было хорошо. И меня, конечно, всё это напрягает. Вдобавок к тому, что у нас свадьба, блин, через месяц. Я очень счастлива, очень рада. Но просто вот эти все ситуации меня напрягают, потому что я понимаю, что, ну, жизнь такая штука, непредсказуемая и так далее, и так далее. Но я год назад, или даже меньше, не знаю, в начале года смотрела астрологические прогнозы, в которых было сказано, что всё, летом уже всё будет хорошо. Мне будет интересно почитать, что вы думаете на этот счёт. Сделали ли вы вакцину? Какую вакцину вы сделали? Как вы себя чувствовали? Что вы думаете по поводу вакцины плюс беременность? Я не знаю, блин. Реально. Вот эти все моменты, они как бы волнительные. мы хотели свадьбу скромную, но всё, что нам нравится, стоит дорого. И мы как бы такие, типа, ну ладно, гулять-то гулять. Всё, делаем всё, что хотим. Короче, да, много моментов. У нас всё тоже, как бы, обходится недёшево. Свадьба, это, оказывается, очень дорого. И мы с Кариной тоже эту тему обсуждаем. И она говорит, вот я не понимаю, реально, когда я смотрю там ваши реакции на 4 свадьбы, и мы тоже, когда снимаем, вот я сейчас буду смотреть, да, новые реакции мы будем снимать, я буду ещё больше не понимать, как вы умудрились сделать свадьбу там за 200 тысяч, за 500 тысяч, потому что у нас уже сильно-сильно дороже выходит от этих цифр, конечно же. У нас просто в 200 тысяч чисто... У нас даже... Я даже не знаю, что у нас. Ну, может быть, фотографы, видеографы у нас даже не в 200 тысяч выходят. Ну, короче, это просто пипец. Это пипец. И это с учётом того, что есть у нас какие-то моменты, которые делаются по скидке, но вот как бы на данный момент тоже я смотрела Каренина истории, то, что у них там нет ничего полностью за бартер, просто есть какие-то такие позиции, которые сделаны со скидкой за какое-то упоминание и так далее. У нас тоже будут такие истории, конечно же, но вот так вот, чтобы прям чисто всё бесплатно или какие-то вещи в подарок, такого у нас тоже нет, то есть как бы денег у нас уходит нормально. Кольца обручальные, которые нам нравятся, выйдут, наверное, около 100 тысяч. Ну, два кольца, я не знаю, может быть, поменьше, может, 70. Ну, это вот просто я какие-то такие мелочи даже вам, мелочи говорю, какие-то моменты, которые вот так. Я не знаю, сколько мне обойдётся моё платье, но в моих планах нету убрать себе платье там типа за 600 тысяч, 500 тысяч, там, я не знаю. Я не знаю, какое, на самом деле, я буду смотреть уже то, что мне понравится. Ну, как бы вот прям сильно пышных, больших платьев, как у принцессы, наверное, не предполагается. Я хочу что-то такое очень, как это сказать, в духе лёгкое. Короче, у меня есть какие-то представления о том, что у нас такая лёгкая Италия. Но опять же таки, это просто что-то такое лёгкое, воздушное, хочется. Торт, не знаю, какой, Карина настаивает, чтобы у нас обязательно был макет, но у нас, дай бог, что было 70 человек, потому что есть у меня предположение, что некоторые, возможно, и не смогут, хотя сейчас вот на данный момент список, который у нас есть, это те люди, которые смогут, которые сказали своё согласие. У нас есть люди, которые приезжают, должны прилететь. У меня все в Москве, то есть это больше родственники Славы, которые должны прилететь, кто-то из Молдавии. У нас обязательно будут танцы, кавер-группа, обязательно мы хотим салют, то есть у нас уже на это тоже заложено денюжка, торт. Вот я не знаю, с тортом, потому что сильно огромный, шикарный нам не нужен, даже макет. Это будет выглядеть странно, на наше количество гостей делать огромный какой-то торт, даже если это макет. Короче, я не знаю, столько моментов. Теперь меня напрягает погода, потому что я ещё очень волнуюсь из-за погоды, какая будет погода 1 августа. Мне вообще что угодно, главное, чтобы не было дождя, в идеале, чтобы не было сильного, прям жгучего солнца, ну вот хотя бы чтобы 26-25 градусов тепла точно было, ну как бы в идеале, чтобы никто как бы сильно не потел, но при этом, чтобы не было холодно. В общем, я не знаю, ну как бы я буду генерировать нам хорошую погоду в этот день. Мой будущий муж хочет, чтобы мы говорили друг другу клятвы, а для меня это всё очень волнительно, я вообще боюсь публичных выступлений, тем более таких важных, потому что я буду переживать, а вдруг я что-то не сказала, что-то важное, я же так тебя люблю, а вдруг я что-то упустила, пропустила, забыла, и это на самом деле так стрёмно. Он же у меня ещё такой как бы без листочков. У нас сегодня тоже фотограф спрашивал по телефону про какие-то моменты, которые мы хотим, чтобы, ну как бы мы планировали тоже, какие моменты обязательно нужно прям вот так запечатлеть, какие вот так. У нас будет 4 фотографа, 3 видеооператора, один человек будет снимать с верха, аэросъёмка будет обязательно, потому что у нас открытая площадка, озеро, должно быть очень красиво, спецэффекты, конечно, будут, вот этот тяжёлый дым, или как это называется, ну короче, много чего планируется, и всё очень дорого. Декорации, цветы, ещё вопрос, я вообще в шоке, я встречалась с декораторами, и то, что я хочу, то, что мне нравится, это очень дорого, но мне ещё не сказали, насколько сильно это дорого, я тоже понимаю, что, ну как бы, есть какие-то пределы разумного, тоже, чтобы не сходить с ума, потому что мы пытаемся сделать свадьбу за месяц, который мы не готовились, не откладывали денег, не копили и так далее. Деньги будут, деньги есть, но тоже сходить с ума, просто изначально не хотелось, а мы уже сходим немножко с ума, потому что мы хотим, чтобы дорожка, по которой меня вели к алтарю, чтобы она была вообще зеркальной, мы хотим, но это очень дорого, потом мы хотим, думаем, чтобы она была всё-таки, типа, пластиковая, это дороже, чем просто постелить ткань, как бы, белую, да, то есть, ну как бы, вот такие вот моменты, нюансы, я не знаю, сколько, что где стоит, и мы это тоже будем всё решать, потому что есть вещи, ну, на которых не хочется сэкономить, потому что они будут, ну, очень, как бы, давать крутой вид, эффектное будет очень, и понятное дело, что всё-таки хочется, чтобы было красиво, чтобы были красивые видео, фотографии, ведь, конечно, мы какие-то моменты делаем для того, чтобы запечатлеть их именно на видео, на фото, чтобы кайфанули наши гости, наши родные, чтобы они, ну, кайфанули от красоты, торжества, которые мы намутили, и понятное дело, что если бы это никак не снималось, не фотографировалось, можно вообще пойти в ЗАГС, расписаться, и потом пойти в Маматута, похавать чисто семьёй, но нам же хочется, чтобы этот день отличался от обычных дней, когда мы можем так же пойти в ЗАГС, и так далее, кто-то очень волновался по поводу того, что мы уже определились с днём, когда у нас будет свадьба, и определились с местом, мы уже внесли предоплаты, и так далее, но как же мы ещё не решили по поводу ЗАГСа, не записались, не подали заявление, и так далее, всё у нас уже на мази, всё мы подали, всё у нас 1 августа, будет чики-брики, пальчик выкинь, всё нормально, поэтому, конечно, мы же понимаем, мы же общаемся с организаторами, хоть мы во многом не разбираемся, но у нас есть организаторы, которые нам всё говорят, что вот сначала мы делаем вот это, вот это, то есть у нас на самом деле, по сути-то, всё готово, остались такие вещи, как платье, костюм, кольца, торт, но это типа не так тяжело, как найти то же самое место, которое нам подойдёт, и вот эти вот все моменты, со дня на день у нас будут приглашения на руках, которые мы будем отправлять, уже официальные, мы уже на словах, и письменно, просто смс-кой многих пригласили, чтобы люди готовились, чтобы знали, так что я еду на съёмки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребята, у меня садится камера, да, не подрассчитала, но, как вы поняли, я дома, ребят, как вы могли догадаться, у меня села камера, и когда я приехала домой, я сидела, сидела, я уже не помню, что я делала, ну, что-то очень важное, я потом приехал с Лавой, мы сели, сняли реакцию, так что ждите на его канале скоро реакцию, после того, как мы сняли реакцию на четыре свадьбы, конечно же, надо было зачекиниться в новом статусе, сейчас почти 2 часа ночи, 50 минут, и на самом деле это уже странно, то, что в это время я не сплю, потому что я обычно сплю в это время уже, после того, как мы сняли реакцию, я легла в кровать, ну, просто лежала в телефоне, и начала смотреть всякие картинки в Пинтересте, потому что хоть мы и встречались с декоратором, но все равно это как бы была такая встреча, просто типа, что нравится, не нравится, какие-то темы обсудить, все равно нужно еще подумать, что точно я хочу, может быть, еще сейчас какие-то идеи появятся, то есть еще есть как бы время подумать, попридумывать, и на самом деле это так сложно, я на это потратила, ну, как бы часа два, и конечно, мне бы хотелось это время потратить на что-то другое, но в принципе, это приятные хлопоты, потом я где-то минут сорок, наверное, смотрела платья, просто вот в магазинах, в которые я собираюсь поехать, причем только один посмотрела, потому что у меня уже сил не хватило, не хватило на второй, скринило то, что мне нравится, на самом деле так тяжело, потому что я абсолютно не понимаю, что я хочу, в чем я буду шикарней обычной, когда очень высокое мнение о себе, да нет, просто, блин, у меня столько платьев было за мою звездную жизнь, скажем так, и шикарных, и пышных, и таких, и сяких, и хочется что-то такое, чего у меня не было, да, в белом платье я никогда не была, вот именно в свадебном, таком большом, пышном, шикарном, например, я не знаю пока, может быть, у меня и рыбка будет платье, а может быть, и не будет, я вообще, вот блин, это просто кошмар, я ничего не понимаю, я не знаю, чем мне нравится, я не знаю, я не знаю, в чем мне лучше, причем еще хочется соблюсти, как бы, тематику свадьбы, то есть я понимаю, что некоторые платья просто будут странно выглядеть, возможно, в этой атмосфере, я только что в сторис рассказывала о том, что я никогда не интересовалась свадебными деталями, абсолютно, потому что, ну вот я такой человек, типа, ну, что мне этим интересоваться, если меня еще никто даже замуж не позвал, типа, нахер оно мне вообще надо, эти платья выбирать, смотреть, что мне нравится, да, я видела там какие-то картинки, ну, попадаются же еще что-то, кольца попадаются, да, что только не попадается, ну, там, на кого-то смотришь, еще что-то, плюс сколько-четыре свадьбы посмотрели, хотя там мало достойных каких-то вариантов, которые я бы вот так вот себе хотела, например, ну, было парочку офигенных платьев, например, красивых, и то непонятно, типа, может ли быть это платье моей мечтой, ну, короче, столько вопросов, и суть в том, что я никогда не заморачивала свой мозг такими вещами, потому что, ну, как я и сказала, что, типа, заморачиваться, если замуж никто не позвал, я никогда не думала о том, какие декорации я хочу, что должно быть, типа, вообще, вот эти вот мелочи, никогда об этом не задумывалась, чтобы свой мозг не захламлять, в отличие от многих девчонок, которые, ну, мне кажется, что много девочек, реально, типа, с детства мечтают о свадьбе, представляют, в каком они будут платье, как это все будет, ну, вот я как бы не из этих людей никогда не представляла такие вещи, и мне всегда казалось, что, когда меня позовут замуж, ну, будет, не знаю, хотя бы 3-4 месяца на подготовку, ну, что-то такое, мне всегда казалось, что нет смысла заморачивать свой мозг такими вещами, тем более, что еще непонятно, когда они будут, и, типа, нет в этом смысла, буду уже об этом думать, тогда, когда позовут замуж, и вот в итоге меня позвали замуж, я не знаю, что я хочу, потому что я никогда не представляла даже, что я хочу, есть, конечно, вариант забить и просто плыть по течению, типа, да все будет так, как будет, будет такое платье, значит, судьбой решено, что такое должно быть, еще что-то, но, не знаю, блин, у нас уже есть ведущий, которому уже оплатили предоплату, диджей, которому тоже оплатили, предоплату, видеограф также, короче, всех, кого я называю, им уже оплатили предоплату, полностью оплатили место, где у нас свадьба, депозит частично за еду, где у нас будет свадьба, декоратор, фотограф, 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 фотограф почему два, потому что в каждом подпункте фотограф, два фотографа, у нас четыре фотографа, то есть это то, что у нас уже не просто найдено, но и уже на эту дату, Все, даже оплачено Ну, как бы предоплата, понятное дело Остаются два момента танца Еще одна штучка В принципе, все Остается закупить алкоголь По поводу Иды Галич То, что мы сегодня с ней не встретились Мы с ней списались В WhatsApp, и потом после съемок Ее действительно не было на съемках Ну, я не буду говорить, что, кого, куда Просто так вышло, что сегодня она не смогла присутствовать Мы с ней попереписывались Пообщались И я ей записала голосовое В котором пригласила Иду к нам на свадьбу Она сказала, что придет Я очень рада Вот, и я очень счастлива Как я сейчас приглашаю Просто людей на нашу свадьбу Мы будем очень-очень счастливы Видеть вас, там, тебя На нашем празднике Мы прекрасно понимаем Что в мире творится Жопа Ну, конечно, я не всех так пишу И не так пишу Но просто к тому, что я понимаю Что ваши планы И что-то такое может измениться И так далее Ну, короче, за две недели до нашей свадьбы Мы будем, понятное дело, всем заранее еще раз писать Узнавать точно, наверняка Потому что вот сейчас Со дня на день мы будем оплачивать Ресторан, еду Там, где у нас будет свадьба На 65 человек Сейчас, на данный момент У нас в списке 70 с чем-то человек Из грустных новостей Дядя Славы Его жена и дочка их Они не смогут прилететь Из Молдавии Потому что очень много Нюансов Во-первых Если они сейчас возьмут билеты Они в случае чего Не смогут их сдать А билеты мы смотрели со Славой Очень дорогие Просто капец Ну, то есть Это просто жесть Я не знаю Для меня это вообще Ну Просто без комментариев Помимо всего прочего Им придется сдавать Они планировали сюда прилететь Где-то на две недели И каким образом Это все сейчас будет происходить Типа они приедут И каждые три дня Будут тратить деньги На тест ПЦР Ну, как бы это просто жесть А если вдруг они прилетят Их посадят на обязательный карантин На две недели Ну, короче, ситуация сложная Конечно, мы очень расстроены Из-за этого Потому что Ну, вот это одни из гостей Кого мы прям очень ждали тоже Тем более, что Свадьба Васи и Иры Я была у них В Молдавии Как раз Ну, не знаю Сколько лет назад Года, наверное Три с половиной назад По-моему Мне так кажется По ощущениям Вот И Ну, это действительно грустно Поэтому Получается у нас В списке Минус три человека Ну, короче Я не знаю Я понимаю Что мы рисковые ребята Что Ну, как бы А что, как быть Ну, а как жить-то хочется Понимаете Не хочется Останавливать жизнь Не хочется, чтобы жизнь Останавливалась Хочется, чтобы жизнь шла Что такое носик Стрелать Понялось Куш Иди, иди Иди Так что, да Не хочется, чтобы жизнь Останавливалась Несмотря на все Что происходит в мире Хочется Создавать семью Рожать детей Ну, наверное Вы понимаете меня Я устала Маленько Очень Счастлива Но этого не видно Из-за моей усталости Просто кошмар Я не знаю Не помню Вам рассказывала Или нет В этом влоге Что наконец-таки Вчера У меня Начались Эти дни Кто помнит Просто Три влога назад Считая этот Нет Три видео назад Считая Лирик видео С моей песни Кстати, у меня вышла песня У меня нет вообще времени Как-то хотя бы Тикток сраный С ней снять Представляете Это просто Капец С одной стороны Я как будто Выпустила песню В никуда Потому что я Никаким образом Даже ее не продвигала Тупизна Хотя она такая Классная Знаете Вот просто Не хватает Атмосферы Просто сесть в машину Поехать на дачу Включить музыку Приехать на дачу Купаться в бассейне Кушать шашлычки То есть вот Атмосфера Носиться Каждый день По делам Решать вопросы Со свадьбы Готовиться При этом успевать работать Сколько на мне всего висит Я не знаю Что вообще завтра? У меня 20 дней Была задержка Этих дней И вчера Наконец-таки Они пришли Я еще немножко Такая Типа Отвык Лужи от этих дел Ну как хорошо Было без этого всего Не надо Вот Обезболивающее пить Что-то волноваться Там Живот Чтобы не крутило Головные боли За день До этого Ой Ну блин Не знаю Это так забавно Когда люди Начали писать То что возможно Я беременна И что так быстро Свадьба Потому что Типа Я залетела Еще какие-то моменты Такое странное чувство На самом деле Причем Суть в том Что Как бы Меня же это вообще Ну типа Не расстраивало Никак Ну я не знаю Кого-то может быть Это и может обидеть Еще там С какими-то Может быть Намеками Смыслами На что-то А мне это наоборот Типа Блин Было бы прикольно Но нет За эту 20-дневную Задержку Два раза Я сделала тест Потому что У меня такой задержки Не было Никогда Мне кажется Я говорю У меня всегда Все работает По часам Максимум Один раз в год У меня будет задержка На 6 дней Максимум Это просто такое Что типа Вот Я даже Ну как бы не парюсь Я знаю Что типа А ну наверное Это вот именно Тот самый раз Когда один раз в год А тут Типа вот так Я понимаю Что это два перелета Плюс еще погода Стресс Переживания Движуха Мисли какие-то Причем Я же сама себя Запрограммировала Когда мы Улетали В Абу-Даби У меня должны были прийти эти дела И я сказала себе Месячные Не испортят мой отдых Так и вышло Они не испортили мой отдых Их не было 20 дней Самое тупое Что теперь Когда они у меня начались Эти дни Я смотрю по календарю В следующий раз Если все придет так Как должно прийти То эти дни Да Месячные Должны начаться 2 августа Первого у нас свадьба Я не знаю Но самое тупое Что у меня иногда бывает Что типа На день раньше На день позже На 2 дня раньше На 2 дня позже Вот это вот максимум У меня обычно Даже чаще День в день приходит Даже если В идеале Чтобы они вообще начались Я не знаю Когда Я не хочу Ни до свадьбы Ни после свадьбы Ну После свадьбы Чтобы хотя бы Неделя прошла Короче Ладно ребят Все Я Вырубаюсь Я пошел спать Если ждете Мои влоги Любите их И ждете больше Видосов Оставляйте как можно Больше комментариев Ставьте больше лайков Таким образом Я буду понимать Что вы ждете И несмотря на то Что этот видос Получился полностью Такой Разговорный У нас было Немножко движухи Совсем капелька Надеюсь Что вам все равно Было прикольно Послушать меня Ну если кто соскучился Всех люблю Целую Внимаю Будьте счастливы Здоровы И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok